Дэдпула Америку Первый ответственный шаг Покупаю первый свой билет в кино Это даже можно на супер семейку 2 купить на 14 июня Короче, впервые покупаем билет на американский фильм Это выглядит примерно следующим образом В Дэдпул пойдем Анди Дэдпул Да ладно, вот он Дэдпул 2 Уже семнадцать Что это значит? А, это типа Я понял, рейтинг КР Это то, что возраст А сколько ведь? Время шесть Ой, нет, два часа не будем ждать Что, мы два часа здесь будем ходить? Что мы тут два часа будем делать? Жрать, сидеть Жрать, сидеть Мы будем здесь Сеньор и Чайлд Адульт это стандартно Я сеньор? Типа для женщин дороже? Восемнадцать долларов Один билет стоит Один билет стоит? Полторы тысячи рублей Ну давай купим Один билет Сорок баксов Ёб твою заново Ваши сиденья А, мы можем выбирать Я понял, это компаньоны Я не знаю, что это Unvailable это доступен Unavailable это недоступен А, вот, available это свободный Шестнадцать-пятнадцать Шестнадцать-пятнадцать Переподающий Подожди, где Где сам экран? Вот А Не, в принципе, нормально, я думаю Или вот Нет, скорее всего, по циферте Ну да, потому что вот Типа, видишь, сидушка, она так направлена Мне кажется, она, типа, туда идет Какие? Ну, давай шестнадцать-пятнадцать А, может, эти подашь? А, ёпт Подожди 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 А Стой Ну, все, тут понятно Вот он, кинотеатр Здесь, скорее всего, как театр идет Подожди Это верхние ряды Давай, короче, вот это, чтобы не прогадать посерединке А, может, вот это, типа? Здесь аккомпаньон сид, велчайр, спейс Это, типа, диванчики, скорее всего Да нет, нет Мне кажется, это диваны Давай вот этого, чтобы не прогадаешься прямо посередине На 14? Ну, давай Ну, кто-то же купил здесь Я так же думаю, нормально будет Блин, как сложно, а Первый раз поход в кино Все, да? Да Credit card Да Ну и все, можно свайпать Ох, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Вот они, наши билетики Все Enjoy your movie Наслаждайтесь в movie Мы идем на него с условием того, что мы потом еще раз сходим на русский Потому что мне общее ничего лишь проехал Я английский понимаю полностью Я разговаривать только не умею Я хочу именно Dead Pool посмотреть в оригинальные озвучки Пофига какое бал�도 это стоит Я не знаю, что мы тут два часа делать можем с тобой Азины Я как-то спартантну так вок начал Я даже не знаю, куда это кусок вставить Куда-нибудь он точно пойдет Я как бы понимаю, Дэдспул, там все дела, но кекать по расписанию. Мы поехали в отель, чтобы покекать, и вернемся обратно, и пойдем в кино. Не могу ходить в общественные туалеты. Ставь лайк, если тоже. С детства не могу. Поэтому родной толчок, спокойный, где никто не будет тебе мешать. Мы кекать. Короче, ну, во-первых, у меня есть только соленый попкорн, никакого сладкого, карамельного. Я люблю сладкий попкорн, не люблю соленый. По-вторых, у них обычный такой вот пакетик дается, а у нас ведерко. Это тоже минус. Но плюс огромный в том, что у них бесплатная Coca-Cola, бери сколько хочешь. И Dr. Paper, и Coca-Cola, ну, вообще, в принципе, все что угодно. И для меня вот первый поход на американский кинотеатр должен быть каким-то особенным. Но пока одни разочарования. Надеюсь, фильм, я вообще хотя бы по это 16 место и ряд К какой-то. Ну, надеюсь, мы все поймем. Снимать, мне кажется, вообще тут нельзя. Как сейчас отберут у меня камеру и скажут, иди нахрен отсюда. Вот так, чуть-чуть-чуть покажу вам кинотеатр. Смотрите, чисто. Беспаливо. Вот кинотеатр здесь буковки. Буковки, буковки. Ни хрена не понятно. По алфавиту все, а я не знаю алфавит. Вот такие сидения. И вот сидения. Все. В первую очередь, мне, конечно же, интересно, как будут реагировать на все это американцы. Вот это вот, ооо, и все в таком... О, все, начинается кино. Нам приятного просмотра. А вам расскажем потом, как посмотрим. Все. На театре тут написано «Бесплатная фотография». Конечно же, я хочу. Ну, и я уже тут сфотографировался, как бы, посмотрите. Там можно выбрать задник. Обычно вебка фотографирует и просто на фоне хромакея тебя обрезает. Все достаточно просто, но это так круто. Можно отправить себе на e-mail. Надо это, кстати, сделать себе на e-mail, но выглядит все намного лучше. Я бы вот так хотел с Дед Биллом, например, сфотографироваться. Выберите свой возраст, выберите фильм. Ну, и вот, смотрите, какие-то всякие разные кадры есть. То есть можно выбирать даже. Ой, классненько вообще. Но я уже сфоткался. Ну, давайте вот на пример еще. Вот, давайте с этой с фотографией. Все, тут подготовьте. Все, теперь я вам фоткаюсь. Ну, да, я, конечно, выгляжу немножко у ворота, но я отправлю себе эту фотографию. Вот так, в принципе, работает. Прикольная заманиловка после того, как посмотрел фильм. Мне кажется, это интересно. Ну, конечно же, о фильме нужно разговаривать в самом непосредственно кинотеатре. Вы уже посмотрели пару кадров, да, как он выглядит. Он вообще похож, в принципе, на театр. Нам рассказывал наш друг, с которым мы встретились здесь, в Лос-Анджелесе, о том, что здесь есть 4DX кинотеатры, там можно не то, что даже там тебя под спецэффекты к тобой играются, а ты можешь прямо лечь и лежа смотреть фильмы, там, не знаю, под кальянчики, под бухлишко, под колу, под доктора Пепера, под что угодно. Короче, Дэдпул на английском. Это мой первый фильм на английском языке, и мне он безумно понравился. Еще я прямо сейчас понимаю, что мне нужен микрофон-петличка, потому что Екатерине, моему операторе, моей девушке, моей камера-умен, приходится сейчас держать микрофон, ну, типа, в мою сторону, чтобы звук направлялся. И это очень неудобно. Так вот, что касается фильма, мое первое впечатление, он безумно крутой, но мне обязательно нужно пересмотреть его на русском языке. Я понял всего лишь 80% всего фильма. Я старался и Кате переводить. То есть, понимаете, я в голове перевожу достаточно быстро, а воспроизвести это в речь, чтобы поняла Катя, это намного сложнее. И шутки, вот прям черный юмор, он прям на высоте, прям реально круто. В конце, в конце обязательно, кто вот еще не смотрел фильм, после титров, обязательно останьтесь и посмотрите все сцены. Это поймут, конечно, ярые фанаты и те, кто читал информацию о фильме, но это нужно. Это нужно посмотреть. Там есть одна такая сцена классная. Блин, не хочу спойлерить на самом деле. Но сейчас будут спойлеры. Сейчас будут спойлеры. Райан Райнельц, тот, который вот сам играет непосредственно Дэдпула, он в одном из интервью рассказывал о том, что ненавидит несколько своих фильмов и несколько своих ролей. Он вернулся, короче, в прошлое, убил своих же героев, те, которых он ненавидел. И самый смешной момент, который не все поняли в кинотеатре, когда он застрелил сам себя при прочтении сценария «Зеленый фонарь». Он просто пустил пулю себе в голову. Это было просто феерически. Насколько нужно обладать самоиронией. Этот фильм просто напичкан самоиронией, шутками, черным юмором и все в таком роде. Если вы любитель такого говна, ну, в хорошем смысле говна, потому что я любитель черных шуток и всего таких вот фильмов, Райан Райнельц просто, он феноменально вошел в этот фильм. Он феноменально вписался с эксменами. Сейчас же происходит немножечко трансформация. Я об этом еще пытался рассказать при просмотре фильма «Мстителей» про камни бесконечности, но не сказал до конца. Они же сейчас совокупляют серию Marvel с эксменами, и они теперь будут вместе в новых-новых-новых фильмах. Сейчас же новые эксмены выходят, вот эти юниор, которые вот молоденькие. Потом все это совместят, все сделают огромную вселенную, потом совместят, скрестят DC, все это перебьют. Короче, там еще столько всего интересного впереди. Но вот этот фильм реально крутой. Я, кстати, не увидел здесь Стэна Ли, но я знаю, что он здесь был в этом фильме. Напишите в комментариях, видели ли вы Стэна Ли, и, пожалуйста, не пишите в комментариях спойлеры, потому что я знаю, есть люди, которые любят писать спойлеры, пожалуйста, не нужно этого делать. Я-то посмотрел, мне уже пофигу, но те, кто еще не глядел, не заглядывайте в комментарии. Вот. Первое впечатление. Фильм отличный, просто 13 из 10. Понравился настолько же сильно, как и первая часть. Всем рекомендую. Любителям Marvel особенно, любителям черного фюмора особенно. А мы находимся в Лос-Анджелесе, и все, что сейчас здесь происходит, я стараюсь выкладывать вторыми роликами, чтобы, знаете, непосредственно такой фидбэк был и лайф-контент. Вообще я в Инстаграме спросил, хотите ли вы узнать мое мнение коротенькое на канале. Вы ответили да, причем 100%. У меня есть доказательство, что вы ответили да на 100%. Вы сейчас видите скриншот, в принципе. Вот. И все это будет смонтировано на iPhone. Я стараюсь делать это в хорошем качестве, потому что у меня есть с собой ноутбук. Ну, ладно. Ребят, фильм крутой. Мы в Лос-Анджелесе. Скоро приедем, скоро много нового контента. Всем удачи и всем пока, друзья. А мы в отель кекать поехали. Пекать значит пакать.